Добрый день! Сегодня будем изготавливать самоделку, сочетающую в себе эстетичность, практичность и эргономичность. Для начала мне потребуется латунный шестигранник диаметром 14 мм. Вообще, я планировал задействовать бронзу, но, к сожалению, купить бронзовый шестигранник мне не удалось, была только латура. Но, я думаю, ничего, в принципе, и латун вполне пригодна. Отрезаю небольшой отрезок и обрабатываю его торец. Кстати, большое спасибо моему подписчику с ником Айрон Любимое Дело за дельные советы касательно токарной обработки. Дельные советы очень сильно мне помогают освоить это довольно непростое ремесло. Сверлю отверстие диаметром 2 мм на глубину 6 мм. После этого рассверлю отверстие до 10 мм. При этом глубина сверления минимальна, буквально 3-4 мм, не более. Столь изощренные манипуляции необходимы для упрощения последующей расточки. Соответственно, растачиваю до диаметра 11 и 88 мм. Данный диаметр очень важно выдержать максимально точно. Это важно. Именно поэтому, к слову, пару десяток я снимаю с помощью надфиля. В одной и противоположных гранях сверлю отверстие диаметром 2,5 мм. Эти отверстия необходимы для установки ручек. Стенки, конечно, тонковаты, но прилагаемые усилия будут не очень значительными. И надеюсь, что, называется, мясца будет достаточно. Завершив сверленные операции и отрезав лишнее, торцую обратную сторону. Да, конечно, стоит признать, нравится мне латунь-сыпучка. Материал не вязкий и замечательно обрабатывается на небольших обидных станках, страдающих недостаточностью жесткости. Тем не менее, у сыпучих латуни есть один серьезный недостаток. Зеркальный блеск после полировки держится не так долго по сравнению с вязкими марками. Хотя, отмечу, что я могу быть и не прав. Это мой личный опыт. И все. Если у вас другое мнение, обязательно напишите. Ручки изотавливаю из латунных стоек, добытых из старого советского магнитофона. Один из концов обтачиваю до 2 мм. Во втором же конце сверлю отверстие диаметром 3 мм. При этом отверстие сверлю фрезой, чтобы в конце это самое отверстие не имело конусной формы. Само крепление ручек произвожу с помощью пальки. По аналогичной технологии креплю небольшую втулку с резьбой М2,5. В эту самую втулку будет вкручиваться прижимной винт. Сам прижимной винт изотавливаю из непосредственно самого винта М2,5 и втулки с соответствующей резьбой. Чтобы исключить возможное откручивание винта, фиксирую его оловяно-свинцовым припоем. Можно было бы задействовать как бы простой винт. Но, во-первых, это чересчур брутальное решение. А, во-вторых, наш модернизированный винт можно будет затянуть как от руки, так и с помощью отвертки. Считаю это неоспоримым преимуществом. И последнее, что предстоит сделать, так это в торцах ручек установить магниты. Магниты не одиновые. Можно было бы задействовать и простые, но простой магнит миниатюрных размеров найти практически невозможно. Цель установки магнитов скоро поймете. Совсем скоро. В качестве крепежа использую двухкомпонентный лейстер. Вот вам, кстати, и полезный лайфхак. Очень удобно смешивать эпоксидную смолу с отвердителем на компакт-диске. Негоже, чтобы инструмент такого уровня хранился насыпом совместно с более грубым инструментом. В этой связи изготовим для него свое собственное место обитания. Для этой цели я подготовил древесину твердой породы, а также отрезок орстекла. Скрепляю ее без заготовки друг с другом с помощью винта М3 с гайкой. И устанавливаю вес всей бутерброд в токарный станок. Времени, конечно, обточка заняла много. Поскольку большую подачу не задействуешь, орстекло все-таки. И это материал достаточно хрупкий. Будет обидно, если придется перетачивать из-за трещин. Далее сверлю три отверстия. Два отверстия диаметром 16 мм. И одно диаметром 18 мм. Сверлю обычными перьевыми сверлами. При этом, для того, чтобы обеспечить максимальную точность и максимально возможное качество сверления, заготовку жестко зафиксировал на столике сверленного станка. Ну и раз уж мы в близости со сверленным станком, профрезерую пазы для возможности расположения ранее изготовленного нами инструмента. Диаметр фрезы 5 мм. Неожиданно понадобятся бегуди. Точнее, один бегудь. Сомневаюсь, что я буду ими пользоваться, ибо ношу короткую стрижку. Из одного бегудя вытачиваю три колечка, согласно размерам отверстий в деревянной заготовке. Точно не скажу, что это за материал, очень похоже на капролом. Хотя не знаю, был ли в трясовке капролом или нет, фиг не знает. Может это простой пластик. В любом случае, токарная обработка одно удовольствие. Бегудь дал сбой. Что-то пошло не так. Зачем? А самое главное, нахрена? Я его только и пытался использовать. Материал оказался склонным к растрескиванию. И заготовка просто обломилась в процессе обработки. Одним словом, было принято решение задействовать обыкновенный мягкий пластик. Он не подвел. Теперь изготовим так называемый замок. Нет, не регельный, не навесной, а небольшой, компактный. Сама конструкция будет состоять из нескольких деталей. Толкателя, пружины и корпуса. Толкателя, пружины и корпуса. Вот и все. Остались только финишные отделочные операции и сборка. Что касается отделочных операций, то они заключаются в покрытии дерева морилкой и нанесении глянцевого лака. Лак, во-первых, защитит морилку от истирания. Во-вторых, дополнительно приклеит пластиковые элементы. А в-третьих, придаст всему изделию более солидный вид. Продолжение следует... Продолжение следует... Такой вот набор для нарезания резьбы М2 получился душевный. И душевный, согласитесь. Для чего же нужны магниты? Как говорил наш друг Эвенни Пух, Энто неспроста. Магниты нужны для быстрого и удобного извлечения плашек. Просто и практично. На сим все. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. До новых встреч. Пока.